Встреча с новоназначенными главами Львовской, Ровенской, Сумской и Полтавской облгосадминистрации. В 2015 году в Украине пройдет три волны мобилизации. Первая планируется с 20 января длительностью 90 дней. В Украине введут страховую медицину, медучреждения получат больше свободы, а для врачей и медперсонала ведут комбинированную систему оплаты труда. МОСП презентовала стратегию реформирования медицины на 10 лет. Подробнее о самых важных событиях к этому времени далее в нашем выпуске в студии Светлана Шевченко. В ближайшие дни необходимо принять госбюджет на 2015 год. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в ходе встречи с председателем Верховной Рады, премьер-министром и руководством фракции коалиции. Лидер Украины отметил, что сейчас наступил определяющий период. Время ответить на серьезные вызовы, которые стоят сегодня перед государством. Сохранение суверенитета, территориальной целостности, независимости и обеспечения обороны страны. Я хотел бы, чтобы мы продемонстрировали, что являемся одной командой ответственных политиков, которые взяли на себя ответственность за судьбу страны. Нам нужен бюджет и деньги. Мы должны иметь оружие. Новая волна мобилизации. Каждому воину мы должны обеспечить одежду, бронежилет, средства защиты. Мы должны его накормить. Он должен четко видеть, что государство о нем заботится. Также президент призвал принять законопроекты, которые позволят создать справедливую судебную систему. И отметил необходимость принятия изменений в законе о прокуратуре. Нужна свежая кровь, люди, не связанные многолетней круговой порукой. То есть необходимо реальное кадровое обновление, подчеркнул Петр Порошенко. Принятие госбюджета 2015 до конца года критически важно для экономики Украины, а также для иностранных и международных партнеров. В этом убеждена министра финансов Наталья Ересько. По ее словам, новая смета страны необходима, чтобы убедить международных партнеров Украины в том, что правительство имеет одобренный парламентом план действий для стабилизации финансовой системы в 2015 году. Только в таком случае можно надеяться на поддержку партнеров, подчеркнула глава Минфина. Также она добавила, что критика бюджета была услышана. И в рамках работы в комитетах Верховной Рады документы тщательно доработают. Принять бюджет до конца этого года критично важно для нас. Ситуация очень сложная. Без этого бюджета мы не сможем платить пенсии и зарплаты с 1 января. Поэтому я очень прошу парламент пойти навстречу. Парламент пойти навстречу нам. Напомню, ранее президент Петр Порошенко призвал МВФ увеличить финпомощь для Украины. Представители фонда согласились, что страна нуждается в дополнительных 19 миллиардах долларов. Правительство обязуется повысить на 13% минимальные пенсии и зарплаты с декабря 2015 года, если к этому времени удастся провести социальные реформы. Речь идет об отмене неэффективных льгот, переходе на адресность предоставления социальных услуг и реформировании пенсионной системы. Такое заявление сделал министр соцполитики Павел Розенко. Он констатировал, что Украина опоздала с реформами минимум на 10 лет. Если этого не изменить сейчас, то это не сделают никогда. По словам министра, например, дефицит пенсионного фонда приближается к 100 миллиардам гривен. Это в перспективе снижает возможности повышать пенсии. Также Павел Розенко напомнил, что правительство отказалось от некоторых жестких шагов, в частности от увеличения пенсионного возраста, отмены студенческих стипендий и доплат работникам бюджетной сферы. Нравится кому-то или нет, но мы будем отменять некоторую часть неэффективных льгот. Будем усиливать адресность предоставления помощи, будем далее двигаться по изменению пенсионного обеспечения, отменять систему спецпенсии, ограничивать пенсионные выплаты прокурорам, судьям, народным депутатам и так далее. И все это сегодня отражено в тех законопроектах, которые внесло на рассмотрение Верховной Рады правительство. И это все сегодня отображено в тех законопроектах, которые внесли на рассмотрение Верховной Рады правительства. Поставки угля разблокированы и уже пошли первые эшелоны. Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с новоназначенными главами Львовской, Ровенской, Сумской и Полтавской облгосадминистраций. По его словам, также в пятницу должны быть обеспечены перетекания электроэнергии в Украину, которое позволит существенно сократить риски веерных отключений в моменты пиковых нагрузок. Сегодня есть другая проблема, на которую сложно влиять органам местной власти. Это веерные отключения электроэнергии. И особенно это наверняка болезненно для людей накануне рождественских новогодних праздников. Возможно ли как-то помочь людям в этой ситуации? Сегодня разблокировано эмбарго на поставки угля в Украину. И сегодня уже пошли первые эшелоны, которые обеспечат устойчивую работу электростанций тепловых блоков. Особенно тех, которые работают на угле марки Т и марки А. Сегодня должны наконец-то поступить потоки электроэнергии в Украину, которые позволят нам пиковые нагрузки тоже покрыть. Если не сделать невозможными, то существенно сократить риски веерных отключений. Систему здравоохранения в Украине реформируют в ближайшие десятилетия. Над таким проектом три месяца работала группа специалистов, среди авторов и сам министр здравоохранения. Документ уже прошел ряд общественных слушаний. И сегодня стратегию изменений обсуждали в профильном парламентском комитете. Подробности расскажет Оксана Опрышко. Медицинские услуги в Украине бесплатные только на бумаге. На деле же 95% медпрепаратов больные оплачивают из собственного кармана. При этом срок лечения болезней вдвое дольше среднеевропейских показателей. Система здравоохранения увязла в коррупции. Сегодня страшно заходить в больницу, страшно болеть, страшно попадать в больницу, зная, что там нет лекарств и зная, что медсестра с зарплатой 1200 гривен, которая за ком услуги платит 1200 гривен, не имеет никакого настроения, ни желания, ни вдохновения. И что у врача абсолютно нет никаких стимулов быть профессионалом. Изменения в здравоохранении начнутся с реформы системы управления. Сеть больниц оптимизирует и дирегулирует. Медучреждения получат больше свободы. А для врачей и медперсонала введут комбинированную систему оплаты труда. Деньги следуют за пациентом, у сети есть финансовая и административная автономия. Это те принципы, которые заложены в этой стратегии. На этом должно, по моему видению, по видению этой группы, строиться будущее здравоохранения Украины. Реформирование предусматривает введение обязательного медицинского страхования в Украине. По словам профильного министра, первые шаги на этом пути начнутся не ранее сентября следующего года. Помимо того, большая ставка в реформировании делается на модернизацию отрасли и внедрение инновационных технологий. Высокие технологии должны внедряться в Украине через уникальные клиники, которых может быть не так много, путём внедрения оплаты за услуги, а также на принципах государственно-частного партнёрства. Предлагается, что государственные деньги будут выделяться не на поддержку институций и учреждений, а на пациента. Это улучшит качество медуслуг и в результате уменьшит коррупцию. Оксана Прыжкова, Владлен Ноль, БТБ. Проблема валютных заёмщиков вскоре может быть решена. Их кредиты могут перевести в гривню. О таком решении НБУ договорился с банками и крупнейшими кредиторами по ипотеке и объединениями валютных заёмщиков. Соответствующие договорённости закреплены в специальном меморандуме, который уже согласован и проходит процедуру подписания сторонами. Документ предусматривает реструктуризацию валютных кредитов в гривню по курсу на день реструктуризации. При этом меморандум предусматривает прощение суммы разницы реструктуризованного кредита между курсом иностранной валюты кредита на день реструктуризации и официальным курсом иностранной валюты по состоянию на 1 января 2014 года пропорционально погашению должником задолженности по кредиту. При этом должникам будут списаны штрафы и пеня по задолженности. Процентная ставка будет зафиксирована не выше указанной в договоре сроком на три года с момента реструктуризации. Для вступления в силу меморандума необходимо также внести соответствующие изменениям налоговый кодекс Украины. Реструктуризация будет проводиться по ипотечным валютным кредитам со остатком основной суммы не более 2,5 миллионов гривен по официальному курсу на 1 января 2014 года. Часть суммы, которую простят заемщику, берет на себя конкретный банк за счет своих доходов. Поэтому основной месседж, конкретные правила для банков по реструктуризации этих кредитов будет прописано подробно в постановлении НБУ. Заемщики просили, чтобы это касало земельных участков под застройку жилой недвижимости. Это первый момент. Второй момент – это квартиры и дома. Они также являются жилой недвижимостью. И третье – это права на построенные в будущем квартиры или дома. Реформирование среднего образования в Украине начнется с принятием нового закона. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Павел Полянский. Речь идет о модели обучения с внедрением нового содержания и новых подходов к образованию в целом. Также Павел Полянский отметил, что уже в марте Минобразование завершит секвестр учебных программ для начальной школы. А вот регистрация на внешне независимое оценивание начнется уже 5 января, заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Лекарчук. Процесс уже запущен. 5 января сервис для регистрации будет открыт на сайте Украинского центра оценивания качества образования. В полночь уже первые желающие смогут зарегистрироваться. Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста украинскому режиссеру Олегу Сенцову до 11 апреля. Поддержать украинцев в суд пришло около 10 человек. Его и еще нескольких украинских активистов ФСБ России задержало в Симферополе в мае этого года. Их обвиняют в подготовке терактов в Крыму. Олег Сенцов все предъявленные ему обвинения опровергает. Освободить режиссера неоднократно требовали представители международной кинообщественности. Боевики обменяли 150 украинских военных на 222 своих соратника. Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала по фамильной списке по обмену пленными. И за минувшие сутки на Донбассе погиб один украинский военный и еще один ранен, сообщил спикер АТО Андрей Лысенко. Он отметил, что террористы хаотично проводят провокационные обстрелы на Донецком и Луганском направлениях. Ранее сообщалось, что за сутки они обстреляли силы АТО 16 раз. Из стрелкового оружия боевики вели огонь по населенным пунктам станицы Луганская, Чернухина, Никишина, окраине Сокольников. Из минометов обстреливали Марьинку, Славное, Майорск, Шумы и Пески. Дважды за ночь противники применяли артиллерию в степном и шумах. На северо-восточном направлении от Мариуполя 8 раз зафиксированы полеты беспилотников противника. Наблюдается активизация деятельности диверсионно-разведывательных групп боевиков как в зоне АТО, так и за ее пределами. Кроме того, продолжается передислокация военной техники с территории Российской Федерации на Донбасс. В частности, с самоходных артиллерийских установок, грузовиков с личным составом и боеприпасами. В то же время украинские военные укрепляют позиции на передовых рубежах. Мирным жителям Донбасса своевременно доставляют гуманитарную помощь. Мирным жителям Донбасса в свой час доставляется гуманитарная допомога. Вместе с тем боевики проводят ротацию своих формирований, сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Так, в направлении населенного пункта Трехизбинка выдвинулись группы противника в составе четырех танков и шести боевых бронированных машин. Со стороны Озеряновки в Горловку в распоряжение террористов прибыла колонна снабжения. Это 12 грузовиков и 5 танков. Также отмечено перемещение вооружений и военной техники в районе Бахмутской трассы. В частности, зафиксированы батареи самоходных арт-установок «Гвоздика». В 2015 году в Украине должны пройти три волны мобилизации. Первая планируется с 20 января длительностью 90 дней. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Талалай. Более конкретные сроки мобилизации определит Верховная Рада. Призыв пройдет по всей Украине, кроме территорий Донецкой и Луганской областей, которые в настоящее время частично подконтрольны боевикам. В рамках мобилизации будут призываться патриотически настроенные и физически подготовленные граждане. Тех, кто будет нести строково военную службу, в зону АТО не отправят, отметил Владимир Талалай и назвал тех, кого призывать не будут. Есть ряд категорий граждан, которые не будут подлежать призыву в ходе мобилизации. Это прежде всего лица, которые признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к воинской службе. Также не будут призываться мужчины, на содержании которых есть трое и более детей возрастом до 18 лет. Граждане, которые заняты постоянным уходом, занят трудоспособными родственниками. Также, согласно действующему законодательству, не подлежат призыву студенты, аспиранты, которые обучаются на дневной форме обучения. Путинские так называемые ГУМ-конвои – это вторжение в Украину. Такое мнение выразил глава Московского городского отделения Российского Красного Креста Игорь Трунов. По его словам, Россия нарушает нормы международного гуманитарного права, поставляя такую груз на территорию Донбасса в оккупированные районы. Трунов разделяет беспокойство международного сообщества и украинских властей относительно этих конвоев. В первую очередь это касается поставок оружия и боеприпасов террористам на восток Украины под видом гуманитарной помощи. Он заявил, что, скорее всего, опасения небезосновательны и в грузовиках действительно находилось вооружение для террористов. Германия предоставит Украине кредит в 500 миллионов евро на восстановление Донбасса. Об этом сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко. По его словам, такой договоренности достигли во время переговоров президент Петр Порошенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. В январе стороны подготовят заявление о предоставлении кредита. Эти средства направят на восстановление и модернизацию инфраструктуры в сфере поставок электроэнергии и тепла, а также на водоснабжение и строительство школ и больниц, подчеркнул Геннадий Зубко. Всю ответственность за ядерные объекты в оккупированном Крыму Украина предложила возложить на Россию. Об этом сообщил глава госинспекции ядерного регулирования Украины Сергей Башко. По его мнению, соответствующие поправки к конвенции о физической защите ядерного материала уже поданы в МАГАТЭ. Сергей Башко добавил, что Россия пыталась формализовать принадлежность ядерных установок Крыма за собой. Однако никто из стран-членов МАГАТЭ такую принадлежность не подтвердил. Кроме того, была приостановлена лицензия Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности на право эксплуатации исследовательских реакторов в Крыму. Основанием для решения стало систематическое нарушение университетом законодательства Украины. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал мировых лидеров найти компромисс по украинскому кризису и порекомендовал главам европейских государств лично сесть за стол переговоров. По его мнению, войну необходимо остановить и как можно быстрее вернуть все государства к нормальной жизни. Назарбаев напомнил, что на днях совершил рабочий визит в Украину. По его словам, корень всех проблем в нестабильности. И подчеркнул, что люди нуждаются в мире спокойствия, которого можно добиться только дипломатическим путем. Украинское правительство договорилось с компанией Макрософту о партнерстве в сфере кибербезопасности. Компания Макрософт Украина и госслужбы специальной связи и защиты информации подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве. Макрософт будет предоставлять оперативную информацию о глобальных киберугрозах и источниках сетевых атак, об участниках кибератак на уровне IP-адресов. Это будет способствовать предупреждению и реагированию на инциденты в цифровом пространстве нашей страны, объяснили Макрософт Украина. Участником такой программы сотрудничества являются лишь 20 стран в мире. Украина же стала вторым государством Европы после Польши, которая присоединилась к новому формату GSP. В правительстве назначили дежурных министров на новогодние праздники. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина. График дежурства расписан с 1 по 4, с 7 по 11 января. В соответствии с документом 1 января дежурить будет министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, 2 и 3 министр информационной политики Юрий Стэть, 4 министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, 7 министр молодежи и спорта Игорь Жданов, 8 числа министр внутренних дел Арсен Аваков, 9 января министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, 10 глава МИД Павел Климкин, и 11 января министр регионального развития строительства ИЖКХ Геннадий Зубко. Танкисты отдельной механизированной бригады в зоне АТО получили тысячи пряников от учеников одной из школ Днепропетровска, сообщает пресс-служба Минобороны. Это уже не первая акция, которую организовали дети этой школы. Начиная с лета, они регулярно проводили благотворительные ярмарки и на вырученные средства покупали необходимые вещи для бойцов АТО. Командир танковой роты отметил, что такие действия значительно повышают моральный дух солдат, поскольку в каждый собственноручно изготовленный талисман школьники вкладывают свое тепло. К этому времени это вся информация в 21 час. Смотрите программу «Важный день». Эксперты проанализируют и подробно расскажут, что предполагает программа реформирования медицины в Украине на следующие 10 лет. До встречи. Подождите.